Проблемная рейдер ТЭЦ на востоке Казахстана теперь станет подразделением Усть-Каменогорских тепловых сетей и со временем полностью перейдет в коммунальную собственность. Сообщает об этом Аким региона, Даниал Ахметов. Уже начались необходимые юридические процедуры, но главное это дает возможность беспрепятственно проводить ремонт на станции. Наши корреспонденты узнали, какой объем работ предстоит провести и во сколько обойдется государству реновация объекта. На ТЭЦ побывала Анель Исенбердина. Зияющие дыры в стенах, металлолом вместо портального крана на угольном складе, с трудом перенесшие эту зиму котлы и тракты подачи топлива, которые пережили три пожара и два взрыва за сезон. В таком состоянии достанется ридерская ТЭЦ государству. Глава региона отметил, новых инвесторов не будет, филантропов нет, поэтому теперь ремонт станции. Задача Акимата. Все хотят зарабатывать суперприбыль, все хотят грести дивиденды, поэтому работать будем мы. Это подразделение, в данном случае ТЭЦ, войдет в состав узкоминогорских тепловых сетей. Сегодня мы заключили договор, есть юридические моменты, но мы уже зашли реально в эту станцию. Сегодня здесь уже работает почти 130 человек. Подрядные организации приступили к самому сложному – ремонту котлов. Но, по сути, придется обновлять все оборудование. Набрана новая команда, ТЭЦ перешла в управление государства. Перед нами стоит очень большая задача – практически перестроить новую ТЭЦ. Это включает в себя ремонт всех шести котлов, ремонт трех турбин, вспомогательное оборудование, оборудование топливоподачи, гидрозоудаление и золоотвала. Предварительно такой объем работ понадобится свыше шести миллиардов тенге. Основной ремонт планируется закончить уже к середине сентября, чтобы жители города Металлургов больше не мерзли. Анна Лисенбердина, Жгеря Вабаканов, Хабар, Восточно-Казахстанская область.